11 октября в полицию поступил звонок. Сообщили о подростке, которая раздает у ЦУМа листовки политического содержания. Полицейские выехали на место и обнаружили 15-летнюю девочку, стоявшую, если говорить юридическим языком, в одиночном пикете. Документов у юной активистки не обнаружилось, поэтому ее доставили в отделение полиции для установления личности. Позвонили родителям и после их прибытия и взятия объяснений отпустили всех по домам. Сославшись на 51-ю статью, девочка отказалась разговаривать с полицейскими, но в момент сдержания пояснила, что листовки взяла в офисе обкома КПРФ, а на пикет ее отрядил депутат законодательного собрания Виталий Кузин. Свою связь с данными событиями парламентарий не отрицает и в том, что с девочкой знаком, чистосердечно сознается. Детям нельзя участвовать в предвыборной кампании. Сейчас у нас никаких выборов не проходит. Активисты разного возраста распространяют информацию. Мать-подростка тоже не видит ничего предосудительного в произошедшем. Их семья отличается активной политической позицией. Я в курсе. У меня и сынок маленький на митингах с флагами стоит. Все мы в курсе. Ситуация крайне неоднозначная. С одной стороны, организовывать одиночные пикеты имеет право только лица старше 18 лет. А участвовать в массовых политических акциях разрешено с 16. С другой, дети спокойно участвуют в тех же первомайских демонстрациях. Нарушил ли закон девочка и те, кто вручил ей агитационные материалы? Полиция пока не дает официальных комментариев. Тем временем к ситуации подключилась уполномоченная по правам ребенка Ульяновской области Людмила Хижняк. Ее позиция «Законные интересы девочки должны быть соблюдены в первую очередь». Ну, вы знаете, меня в первую очередь, как у полномоченного, беспокоит состояние самой девочки. Потому что все-таки это достаточно юный возраст и не всегда, может быть, окрепшая еще психика. Поэтому меня в первую очередь волновало, как себя чувствует девочка. Ну, состоялся разговор с мамой, со слуг мамы. Состояние девочки хорошее, нормальное. То есть в настоящее время она себя чувствует хорошо. Вот для меня это самое главное. По ситуации, в принципе, здесь, я думаю, что оценку должны дать соответствующие органы. В первую очередь, правоохранительные. И поэтому, с моей стороны, подготовлено письмо на имя прокурора, чтобы дали правовую оценку данной ситуации. В школе, где учат девочки, всерьез обеспокоены происходящим. Уважаемый представитель КПР, мы очень просим вас не вовлекать наших детей ни в какие игры. Давайте решать свои проблемы своим путем. Потому что дети должны развиваться по-детски, а не играть во взрослые игры. На инцидент уже обратили внимание в законодательном собрании. После того, как поступит заявление в мандатную комиссию, будет принято решение и будет вынесена соответствующая оценка действием того или иного депутата. Но привлекать несовершеннолетних детей в различные политические, так сказать, игры, наверное, недопустимо. И если этим занимаются депутаты законодательного собрания, то это вдвойне, на мой взгляд, неэтично. Так или иначе, выводы о законности действий родителей девочки и руководства КПРФ предстоит сделать компетентным органом. Мы будем следить за ситуацией. Субтитры создавал DimaTorzok